Музыка Стремительно развивается событие на Ближнем Востоке. Сирия стоит на пороге войны. Ситуация обострилась после сообщения о применении под Дамаском химического оружия, в результате чего погибли сотни человек. Британские и американские корабли могут нанести удар крылатыми ракетами по целям в Сирии в ночь на 30 августа. ООН просит Запад дать шанс дипломатии. Латвия поддержит нанесение удара по Сирии без санкции Совбеза ООН, поскольку применение химического оружия является преступлением против человечности, сказал в интервью Латвийскому радио глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Это тот случай, когда надо передать определенный привет Ассаду, в том числе без резолюции Совбеза ООН, сказал глава внешнеполитического ведомства. В связи со сложившейся ситуацией Совет НАТО в скором времени проведет встречу на уровне послов 28 стран-членов Североатлантического альянса. Об этом рассказал посол НАТО от Латвии Марис Рейхстенш. Мы, как организация НАТО, за этим следим на постоянной базе Сирии. Не новый вопрос в расприятии дня, и в том смысле, что, если вы помните, несколько месяцев тому назад, после консультации с членом альянса Турции, НАТО решило помочь Турции при размещении противовоздушных оборонных систем «Патриот», опасаясь возможных ракет со стороны Сирии. Мы будем касаться этого вопроса как на этой, так и на следующей неделе. В соучреди официальный представитель МИДа Сирии Фессал Мегдад 28 августа заявил, что некие террористические группы в скором времени применят химоружие против жителей Европы. По его словам, эти группы получают поддержку со стороны США, Великобритании и Франции, и именно они стоят за химатакой с использованием «Зарина», осуществленной 21 августа в восточных пригородах Дамаска. Дипломат при этом подчеркнул, что правительство Сирии уже передало экспертам ООН документы и материалы, подтверждающие озвученную им информацию. Эту информацию в интервью радиостанции «Болтком» подтвердила и собственный корреспондент РИА Новости в Дамаске Денис Малков. Эксперты ООН, которые находятся в центре города, в отеле «Форсизм», вернулись с инспекции из пригорода Восточная Гута, они хранят молчание. У них есть строгое распоряжение, не делать никаких заявлений для прессы. Вообще с прессой не общаются. Однако, где-то час назад офис наблюдателей ООН посетил заместитель министра иностранных дел в Сирии Сейфел Мигдад. Он зашел в здание отеля с конвертом и вышел уже без него. И сообщил журналистам, что предоставил новые доказательства инспекторам ООН о том, что правительственная армия никогда не применяла химическое оружие. Более того, его применили в террористические группировки в действующем территории Сирии. Латвия пострадает от вторжения членов НАТО в Сирию, так считает экономист, экс-глава Латвии Скрайбанка, член общества для развития Латвии Мартинш Бондерс. В интервью радиостанции «Болтком» он сказал, что Латвия, как и страны ЕС, зависит от цен на нефть, которые резко повысились с началом арабской весны. Если мы смотрим на мировые биржи, то мировые биржи уже вчера были в какой-то позиции коррекции, негативную сторону из-за того, что, конечно, есть неясность тем, что произойдет в Сирии и какие последствия будут связаны с этим. Мы все видим, что латвийская экономика отражается через цену на нефть. Цена на нефть подросла в течение проблем в Египте и тоже проблем в Сирии. Если НАТО решает, что нужно действовать, то мы в НАТО. Стоит добавить, что в ближайшее время в Нью-Йорке должно состояться заседание Совета безопасности ООН, на котором будет рассмотрен, подготовленный Лондоном проект резолюции по Сирии. В тексте этого документа Великобритания предложила осудить правительство Сирии за применение химоружия и позволить мировому сообществу принять все необходимые меры для недопущения подобного впредь. Полная отмена программы предоставления видов на жительство иностранцам в обмен на покупку недвижимости окажет отрицательное влияние на бюджет, заявил премьер Валдес Домбровскис. По его словам, это влияние будет измеряться многими миллионами латов, и в таком случае вновь потребуется дискуссия о сокращении расходов. По мнению премьера, нужно искать фискально-нейтральные решения. Например, потребуется инвесторов вносить 25 тысяч евро в фонд экономического развития, из которого можно финансировать региональные проекты. Отмена программы видов на жительство иностранцам требует национальное объединение Бесула-Ответа БДННЛ, в противном случае угрожая блокировать бюджет. Если переговоры с правительством и саймом о дополнительном финансировании новых инициатив в сфере образования потерпят неудачу, латвийский профсоюз работников образования и науки готов к акциям протеста, заявила в среду после заседания Совета профсоюза его председатель Ингрид Микишко. На этой неделе профсоюз намерен срочно в порядке встретиться с премьер-министром Валдысом Домбровскисом, представителями Минфины и Минобразования, а на следующей неделе с парламентскими фракциями. 4 сентября профсоюз соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить итоги переговоров. Если они будут безрезультатными, профсоюз проведет пикеты у здания правительства и сайма в день рассмотрения бюджета. Если и эти меры не помогут, не исключено, что в октябре учителя и ученые проведут забастовку. 118 рижских школ готовы к новому учебному году. Такой вывод прозвучал в среду 28 августа на встрече директоров столичных школ и руководства Рижской думы. Традиционно общее собрание не обошло стороной и насущной проблемой, например, зарплаты педагогов. Я видела последний проект, который в такой успешном порядке хотят рассмотреть в кабинете министров. И там меня очень неприятно поразил один пункт, который в новой редакции. И там написано, что те учителя, которые в связи с проектом, который европейским проектом происходил, или, скажем, в последних годах, получили третью, четвертую, пятую категорию, получат добавку к зарплате определенный процент. Но дальше идет следующее. Исключая учителей, которые работают в школах с профессиональным наклоном. То есть музыкальные школы, спортивные школы, школы искусств. Циничное такое разъяснение. В 2013 году нет такого финансирования. И не будет в 2014 году. А в следующих годах будем думать. По мнению Эжени Альдермана, без финансовых вложений в науку и образование невозможно говорить о полноценном развитии государства. Косвенно мнение Альдермана поддержал вице-мэр столицы Андрис Америкс. В интервью Микс ТВ Америкс признался в нехватке младшего преподавательского состава. У нас не хватает в детских садах воспитателей. Где-то 100 воспитателей сегодня. Есть дефицит по детским садам, потому что мы открываем. У нас план вообще более тысячи мест муниципальных открытий в этом году. Учитывая европейские деньги, вопрос в том, что некому воспитывать. Где-то 100 воспитателей сегодня дефицит. Вице-мэр также отметил, что рижское самоуправление находится в подвешенном состоянии из-за нерешенного вопроса денежного довольства учителей. При этом Америкс подчеркнул, что столичное самоуправление при любых обстоятельствах сохранит имеющиеся льготы всем социальным работникам. К встрече нового учебного года готова и рижская муниципальная полиция. Уже сейчас стражи порядка начинают патрулировать окрестности столичных учебных заведений. Главное, конечно, начиная с сентября, учесть то, что многие, может быть, не были в Риге дети. Они как-то отвыкли от улицы, от той суеты, которая происходит. Люди забывают, что перейти можно только улицу на зеленом, что надо беречь себя, что надо думать о всех вокруг себя. Также на велосипеде передвигаться, думать, что тут не так, как где-то в Риге. Родителям, ну, родителям могу сказать, что тоже надо, конечно, те, которые первые классы, надо провождать до школы, конечно, обязательно. Полиция также напоминает о скоростном режиме и призывает автоводителей соблюдать разрешенную скорость. С 30 августа по 8 сентября скорость движения транспорта возле столичных школ ограничена до 30 километров в час. Общий долг Рижан перед предприятием теплоснабжения «Рига Селтамс» составляет 7 миллионов латов, сообщила руководитель компании Линда Ренце. Она напомнила, что подключить отопление жильцы смогут только при условии, что у дома нет долгов за предыдущий сезон. Стоит отметить, что для своих клиентов, у которых образовался долг за обслуживание и предоставленные услуги, «Рига Снаму Парвелднекс» предоставляет возможность в период со 2 сентября по 30 сентября текущего года заключить соглашение о постепенном погашении долга без применения штрафных процентов. Против должников, которые не используют данную возможность, «Рига Снаму Парвелднекс» может обратиться в суд. В пожаре, который возник в понедельник вечером 26 августа на территории завода радиотехника в Риге, чуть не сгорело хранилище Госархива, в котором были собраны дела жертв сталинских репрессий. На этот раз огонь до хранилища не добрался, и дела репрессированных только лишь пропахли гарью. Кроме того, на некоторое время было отключено электричество. «В тех помещениях, которые нам выделили под архив, нам придется оставаться еще долго. Других пока нет», – отметил директор Госархива Артес Фрейманис, комментируя месторасположение архива. «Стоит отметить, что на территории бывшего завода находятся ангары и невнятные постройки разных размеров и конфигураций, а свободные места и подъездные дорожки захламлены вещами непонятного назначения или просто мусором». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова